Всех приветствую, друзья! Меня зовут Тимофей и сегодня я бы хотел поговорить о последних событиях в сообществе Интеркент. В прошедшую субботу Павел Павлюк провел традиционный еженедельный вебинар, на котором было очень много полезной и интересной информации. Я рекомендую посещать данное мероприятие, чтобы быть в курсе самых последних новостей. Я же хочу выделить, по моему мнению, одно из самых важных и интересных событий. Это создание подушки безопасности или по-другому стабилизационного фонда сообщества в биткоинах. Уже закуплены первые биткоины и скоро в открытом доступе все участники смогут видеть количество криптовалюты на кошельке проекта. От себя хочу добавить, что многие проекты, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на промо-акции для лидеров, могли бы их реально вкладывать в какие-либо активы, как это делает сообщество Интеркент. Итак, далее я бы хотел обсудить то событие, которого все очень ждут. Это конференция сообщества Интеркент. На сайте в разделе мероприятия уже стала доступна форма регистрации на первую конференцию сообщества, которая пройдет в Москве. Итак, переходим по ссылке. Заполняем данные. Фамилия, имя, отчество, контактный телефон и e-mail. Если вы собираетесь посетить конференцию, советую, как можно раньше сообщить о своем желании, чтобы организаторы имели более или менее точные данные о количестве участников для наилучшей организации данного события. А по поводу подготовки к данному мероприятию и в целом о новостях сообщества, я бы сегодня хотел поговорить с соорганизатором команды ТОП ТИМ, Алексом ПРО. Те новости, что происходят в лидерском совете? Какие вообще события в проекте происходят? Что тебе известно? Из последних новостей мы сейчас меняем конференц-зал. Отказались от Измайлова, потому что у многих партнеров негативная ассоциация с этими залами, потому что проводились конференции по многим проектам, чтобы нам уйти, во-первых, от этого, и, во-вторых, поменять на более имиджевый зал. То есть он будет более уютный, более комфортабельный, в более лучшем отеле, так скажем. Более престижным будет. Да, более престижным. Все это будет обустроено. Так, еще из новостей. У нас на этой неделе с понедельника начались ежедневные тимбилдинги в 11 утра. Ссылочки участники могут получать в чатах, в группах наших, и, собственно говоря, на официальном сайте тоже должна быть ссылка и новости, что у нас проходят ежедневные топ-тимбилдинги. Выступают различные спикеры, тренеры, делятся своим опытом о построении структуры, о командной работе, различными фишками и так далее. Так, еще мы внедрили и уже применяем ежедневные вечерние посиделки в Google Hangout. Соответственно, кто является партнером команды топ-тим, у кого есть почта на Google, на Gmail, могут принимать участие в этих вечерних посиделках. Вчера вечером у нас собралось порядка 15 человек. К нам присоединился Павел Павлюк. Все участники этой вечерней посиделки в Hangout могли задать Павлу напрямую самые интересующие вопросы и получить ответы. Соответственно, все это производится с видео. То есть это более удобно, чем вебинарная комната вебинаров М. Это более по-семейному, более душевный такой семейный домашний формат, как за чашкой чая. Ну, кстати, да, в принципе, весь интеркент, мне кажется, очень такой, какой-то уютный домашний. Относительно других проектов, которые были, по крайней мере. Да, для всех, для своих, для каждого такой уютный домашний проект. Да, нет вот этого лишнего пафоса, ненужного совершенно. Да, руководство не выстраивает какие-то стены, преграды между участниками, лидерами и между собой. Соответственно, Павел и остальные основатели, они открытые, все присоединяются на эти посиделки, общаются. Сегодня мы заказывали очередную выплату, у нас выпал на выплату Павел Павлюк. Да, да, я смотрел видео, интересно получилось. Выплатил довольно-таки быстро, буквально там за 5 минут, подтвердил, мы связались по скайпу. Нареканика работы Павла нету, как хранителя. Вообще никаких. Связались по скайпу, записали видео, позитивные отзывы об этом видео. Ну, ты сам все видел. Да, 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 я посмотрел. Интересно. Так, дальше у нас... Ребята, это Андроник, Алина и еще некоторые лидеры из нашей команды уже запустили свои мастер-группы. Они тоже проходят в Google Hangout. Эти ребята делятся своими разработками, своими фишками. А у них на самом деле очень много фишек, потому что они проходят обучение на бизнес-молодости и прочих таких обучающих порталах. То есть они делились своим опытом, разработками, как строить командную работу, откуда брать партнеров, как строить команду и так далее. И все очень интересно. Я сегодня тоже зашел, послушал. Много интересного слышал. Андроник сегодня рассказывал. Большой респект тебе, Андроник. Спасибо. Все было здорово. Так держать. Продолжайте в том же духе. И все будет огонь. Так, дальше, что у нас из новостей. Мы сейчас обсуждали на лидерском варианты внутренних переводов в кабинетах. Пока что к единому мнению не пришли. Но я думаю, скоро это, вскоре появится. Консенсус будет найден. По-любому, да. Ясно, ясно. У меня вот несколько вопросов есть по поводу конференции, которая будет... Кто занимается организацией? В принципе, только ты, да? Или есть какие-то люди с тобой, которые помогают? Организацией занимаются лидеры команды ТОПТИМ. И ты прямо или косвенно тоже к этому причастен. Как бы тебе это хотелось или не хотелось, но ты с нами. Ты вот основные организаторы этой конференции, скажем так, являются наши команды ТОПТИМ. Привозим хедлайнера в лице Павла Павлюка. Также нам приедут основные топовые лидеры структур команд. Приедут из-за границы. Я уже не говорю об Украине, Белоруссии и так далее. Из-за границы. Из-за дальней зарубежья. Да, в дальней зарубежья обязательно тоже приедут ребята. А, фото-видеоотчет будет такой, чтобы потом красиво посмотреть? У нас будет профессиональный видеооператор, профессиональный звукач, световик. То есть это будет очень качественный ролик. Смонтирован. Будет все огонь, все на высшем уровне будет. Это помимо любительских фото, видео. Да, это, я думаю, через 10 минут уже будет. Все везде. Такие любительские съемки. Все быстренько загрузят на свои каналы. Ну и правильно сделают. Надо как-то продвигать проект в сети. Да, надо штабироваться через все социальные сети по максимуму. Абсолютно верно. Да, и вот такой я хотел вопрос спросить. По поводу тимбилдингов. Был ли у тебя опыт раньше? Проводил ты их? И как вообще ощущение? То есть такое онлайн-общение, все-таки, мне кажется, когда достаточно тяжело, особенно если раньше, допустим, так не делал, то это как-то сложно должно быть вначале. Или было прям все сразу так легко и просто? Да, у меня, к счастью, был опыт раньше проведения подобных мероприятий, тимбилдингов. Но в предыдущих компаниях они назывались по-другому, по-разному, скажем так. Ну, на самом деле, первое мое выступление на аудиторию состоялось порядка пяти лет назад. Страшно было, и колени дрожали, заикался, там, руки потели, бледнел, краснел и так далее. Но главное начать. Самое основное, это не бояться нажать на кнопку опубликовать. Это я так утрированно говорю, да, в Ютубе. Вы писали видео, и думаешь, опубликовать или нет, а что обо мне скажут, там, родные, друзья, если увидят. Просто ты знакомых увидел, да? Да, я же такой стрёмный, там, я, там, заикаю, запинаю, слова забываю. Ничего страшного, это всё опыт. И с каждым новым видео, с каждым новым выступлением у вас будет появляться опыт, лучше речь будет и так далее. Вот. Сейчас, после довольно-таки длительного перерыва, я тоже начал вести вот эти тимбилдинги. Не всё так просто, как кажется, да, тоже и слова путаю. Пишу себе какие-то заметки, речи, там, заготовки, естественно, не без этого. Ну, да, естественно, какие-то ключевые аспекты, да. Да, главное, всё раскладывать по полочкам, чтобы одно за другим, чтобы не было бардака просто в речи. Вот. Так не стоит бояться выступать на публику, потому что все основные люди и деньги на сцене. Да, если о вас знают, вас слышат, за вами пойдут по-любому. Ну, да, да. Создавать свой собственный бренд. Конечно. Да, всё верно. Не ассоциировать себя напрямую с проектом, а ассоциировать себя как лидера, как человека. В первую очередь мы все люди. Я человек, я даю вам эту информацию. Я не интеркент, я не топ-тим, я человек. Да, я основатель топ-тим, да, наша команда является лидирующим в интеркенте, но я в первую очередь человек, я даю вам эту информацию. А уже ваш выбор, как это принять, как это интерпретировать, ну, я даю вполне конкретную информацию. И вот главное для себя это понять и доносить это всё людям. Да, ребят, вот хочу сказать, буквально две минуты в конце мы сейчас поговорили с Алексом и уже получили такую информацию, которую, да, как бы лучше знать и применять. Это вот буквально за наше короткое интервью. То, что рассказывают люди на тимбилдингах, намного ещё больше и интереснее, и глубже, чем мы сейчас обсудили. Поэтому всем советую и приглашаю посещать мероприятия. Немного дополнить, что тимбилдинг – это верхушка айсберга, потом чуть ниже, более глобально, это идёт мастер-группа. И именно вот вечерний хэнгаут-посиделки, там больше информации, там всё это преподносится более простым языком, и там вопрос-ответ, это самое главное. Так что, ребят, посещайте и тимбилдинги, и мастер-группы, и вечерние наши посиделки, и всё будет огонь у вас, будет расти команды, структура, естественно, доход ваш и позитив. Всё, отлично, на такой позитивной ноте тогда закончим. Да, всё, спасибо, ребят. Всё, спасибо тебе, Алекс. Спасибо, Тимофей, успехов и побед. Также хотел бы отметить работу очень большого количества людей, участников нашего сообщества, кто заливает свои видео в интернет. Это очень важно для продвижения нашего проекта. Не останавливаемся, продолжаем работать и развивать Интеркент вместе. С вами был Тимофей. Если вы хотите пройти регистрацию в мою структуру в проекте Интеркент, ссылка будет под видео. Ищите в личку, отвечу на все ваши вопросы. Всем удачи, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok